Как-то зашел я в гостиничный ресторан подкрепиться. Сел, жду. Подходит официант, опрятный курносый, с лицом, который забывается тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он так слушал, чуть кивал головой. И в глазах его, в круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице. И я без труда узнал человека. Лет 25 назад мы с ним работали на одной стройке. Жили в общежитии, в одной комнате. Было нам по 16. Мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья. Работали, а потом нас тянуло куда-нибудь, где потише, на кладбище. Это странно, что мы туда наладились. Ну, так. Мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал. А выдумывать теперь тогдашние мечты лень. Тогда бы в то время, если бы кто спросил, наверное, соврал бы. Что-нибудь про летчиков бы сказал, про моряков. Я был скрытный, к тому же умел врать. А теперь забыл. Всерьез захотел вспомнить, о чем же все-таки мечталось. И не смог. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм «Молодая гвардия». И мне очень понравился Олег Кашевой. И хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что еду бывало по улице. И так с головой влезу в эту тайную борьбу, что мне правда казалось, что за мной следят. И я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски. Никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была. А игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь? А он рассказывал. Он мечтал быть официантом. Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут. Богато. Он был тогда губошлеп. А потом, как стал видно официантом, то губы подобрал. Сдержанный стал. Вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось. Наоборот, дурак дураком был. Простодушный. И до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтобы он не был таким доверчивым. Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверное, думал, ну и будь. Не отговаривал. Даже, наверное, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом. Даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что гордился. А гордился ли тогда, я не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню. Кладбище Калужское. И что он хотел быть официантом. Очень. Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверное, уже и не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели. Сидели на скамеечках старушки. Тишина. Сказать, чтобы мысли какие-нибудь грустные в голову лезли, это нет. Или думалось, вот, жили ли люди? Нет. Самому жить хотелось. Действовать. Может, Бог даст в офицеры выйти. Скулила душа. Тосковала. Работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими. Гоняли нас туда-сюда. Обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы только что из деревни. Хоть я, как теперь понимаю, сами они, многие, в недалеком прошлом тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали. И все время шпыняли нас. Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать? Помню еще надгробия каменные, тесанные, тяжелые. Я думал тогда, как же было тащить сюда такую тяжесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях. Все больше купцы лежат. Сколько же купцов-то было на Руси? Или это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы. Отшумели. Лежат. Долго-долго будут лежать. Пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое кладбище. Стали хоронить на новом месте. На горе. Да. Так вот, официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его. Не захотел поговорить. Не знаю, почему-то не захотел. Может, потому, что я был крепко с похмелья, а он возьмет да подумает, что у меня совсем уж плохи дела. Еще пожалеет, не дай бог. А разубеждать мне его себе дороже. И совестно. Словом, не стал я объявляться, а возьму да и пожалею. Зачем? Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения. Тут же подошел к соседнему столику. И таким изящным полупоклоном изогнулся. Да так весело и беззаботно. Добро улыбнулся, что куда тебе? Помурлыкал что-то насчет закуски. Посоветовал. Покивал причесанным на пробор шарабанчиком. Взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Э-э-э, он таки научился. Презрение это ко мне только. Потому что я с похмелья. И один. Ну и одет я так себе. И лицо солдафонское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется. Именно с достоинством. Неугодливо, нет. А красиво, спокойно и четко. Ни на сантиметр тебе ниже, ни на сантиметр выше. А как раз вот, чтоб подумали, надо потом прикинуть к счету ему чаевых рубль другой. Поклонись он мне так. Я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон. Не всем подряд кланяется. Опуть. Конечно, иногда, наверное, ошибается. Но, в общем, метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками. Ребятки изображали бывалых людей. Выдавили дома прыщи. Начали курить заграничные сигареты. Тут-то он им и поклончик. Поводил умытым пальцем по меню. Вот, мол, вам совет, что лучше заказать. Покивал головой. Коньяк, шампанское. Легкое движение. Переброс салфетки с руки на руку. Заключительный поклон. Исчезновение. Все. Славно. И ведь, хитрец, все с понимающим видом. С видом, что вот молодые, беспечные, бродят. Как там у Хемингоя. Зашли в одно место, выпили. Зашли в другое место, выпили. Шельма. Он же знает, что для того, чтобы сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так, как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомник у Даля. Но он все принимает за чистую монету. Вошли, джентльмены. Все будет окей. Прежде всего, он понимает, что ребятки форсят перед девушками. При расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк. Но вот уж он и находит от кухни. Ширк-ширк-ширк. Обогнул столик, другой. Поднос на левой руке, как щит, а на щите всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про Калужское кладбище-то? Помнишь, мол, как там тихо было? Нет. Пожалеет он меня наверняка. Пожалеет в душе. У вас что было, говорит? Котлета, отвечаю. Пожалуйста, котлета. По-калужски, спрашиваю. Что, говорит? Котлета, я говорю, по-калужски. Почему по-калужски? Удивляется. Нормальная котлета. А я думал, говорю, по-калужски. Да где вы видите по-калужски-то, говорит. Да я говорю, нигде не вижу. Я вот смотрю на нее и думаю, что она по-калужски. Нет у нас никаких по-калужски, бросает он. Ну нет и не надо, я же не прошу. Я же говорю, я думал, что она по-калужски. Будете кушать, спрашивать? А то как же, отвечаю. Водка, говорит, вот. А потом, а что собой представляет по-калужски? Ну я ему тут. Такие, говорю, котлеты на гробики похожи. Купеческие котлеты. Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что меня поставил. И так испугался. Не развезет ли меня, если я это оглушу, что в графинчике-то? Их за это ругают, я слушал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь и сказал как можно приветливое спасибо. Пожалуйста, он ответил. И отбыл к соседнему столику. Не, не буду я ему ничего говорить про калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежнее дам. И никакого презрения, чтобы. Дам и все. Как будто я каждый раз вот так по трояку отваливаю. Ну, такой я странный и щедрый человек. Хоть и солдатским лицом. Хоть и неважно одет. Меня прям нетерпение охватило. Вот скорее дать ему три рубля. Посмотреть, какое у него-то будет лицо. Ну, я поел, выпил. Он мне кратким движеницем сверху вниз. Вот вам счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтобы самому про себя не думать, что я жадный, я эти три рубля отдал гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а просто подошел к гардеробщику и отдал ему три рубля. Он меня спросил, побрызгать? Не надо, сказал я, брызгать еще будешь. Вот так вот, думал я сердито про официанта. Гроша Ломанова не дам, и так проживешь. Вон какой ловкий стал. Научился.